Самая большая проблема летнего макияжа заключается в том, что он очень быстро начинает плыть с нашего лица, а также практически невозможно сделать макияж с плотным покрытием, но чтобы он при этом не ощущался как 20 килограмм косметики на лице. Сегодня я хочу показать вам свой способ нанесения макияжа, как я сейчас выполняю макияж для того, чтобы он максимально легко ощущался на лице, но при этом я не жертвую покрытием, потому что покрытие у меня остается полным, и все недостатки я успешно скрываю, и перед тем, как мы с вами перейдем именно к нанесению макияжа, если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь на мой канал, если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, YouTube тогда всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео, и вы их ни в коем случае не пропустите. Очень надеюсь, что вы это сделаете, и давайте приступать к макияжу. Начать макияж я предлагаю с подготовки лица, если у вас сильно сухая кожа или напротив слишком жирная, то обязательно нужно использовать праймер, в первом случае это увлажняющий какой-то праймер, либо просто увлажняющий крем, который вы любите, если же наоборот кожа слишком жирная, и макияж течет с лица, то тогда нужен какой-то, соответственно, матирующий праймер. У меня кожа сейчас конкретно ближе к нормальному типу, поэтому я буду использовать те продукты, которые отлично держатся даже в летнюю жару, поэтому, собственно, этап с праймером я пропускаю и перехожу сразу к тонированию лица. Здесь самый, наверное, главный трюк, о котором я хочу поведать в этом видео. Зачастую проблема заключается в том, что ближе вот к центру лица очень быстро макияж начинает выглядеть просто ужасно, и очень просто в летнюю жару сделать такой кейк фейс. В Т-зоне зачастую быстро проступает пот или кожное сало, и все начинает выглядеть очень быстро, достаточно отвратительно. И чем больше потом это припудривать пытаешься, тем еще больше наслаиваешь макияж, и получается еще даже хуже. Я вам хочу предложить разделить тонирование лица на две зоны, это на центральную зону и на периферию. В центре лица я предлагаю использовать консилер, у меня это консилер от Tarte Shape Tape, оттенок у него Light Neutral, и этот консилер наделал огромную шумиху в интернете. В принципе, абсолютно все американские бьюти-блогеры пользуются исключительно только этим консилером и клянутся, что он действительно творит чудеса. Конечно же, я хотела его заказать, протестировать, и вы знаете, я здесь исключением не буду, мне этот консилер тоже очень понравился. Единственное, не нужно им обливаться как инстаграм-бьюти-блогеры, потому что они настолько много этого средства наносят на лицо, как будто они не темные круги под глазами пытаются замаскировать, я не знаю, все грехи человечества на этой земле. Поэтому достаточно совсем немножко, я вот делаю вот так вот, несколько вот таких вот как точечек, несколько точечек тоже на лоб, и также совсем слегка на крылья носа наношу, и все, вот этого количества полностью достаточно для того, чтобы центральную часть лица затонировать и перекрыть все недостатки. Вот сейчас вот смотрите, наблюдайте за превращением, скажем так. Консилер этот очень плотный по своему покрытию, и может быть плотный тоже и по текстуре, если с ним переборщить. Я предлагаю вот все-таки сосредоточиться на таком количестве, и тогда все будет нормально и естественно выглядеть, и при этом не будет ощущения того, что у вас 10 слоев штукатурки на лице. Но покрытие при этом остается очень плотным. По большому счету вот такого покрытия уже вполне достаточно для какого-то обычного дня, и когда вам не требуется прям совсем уже завершенный макияж, но в то же время хочется немножко перекрыть какие-то основные недостатки. И я вам хочу сказать, что выглядит это так, как будто у меня на лице вообще нет косметики. Вот абсолютно честно вам могу это сказать. Я присматриваюсь, и я даже не вижу, где моя кожа, а где начинается вот этот консилер. Действительно он очень классный в этом плане, и если не переборщивать с ним, а наносить стратегически и немножко, то это очень классная штука. Дальше давайте перейдем к периферии, потому что мы все же делаем сегодня очень плотное покрытие. Я сегодня на периферии буду использовать тональную основу от Estee Lauder, которая называется Double Wear, и на самом деле эта тональная основа славится как очень плотная, которая сможет перекрыть абсолютно все, и опять-таки все здесь зависит от количества, которое вы используете. Да, эта тональная основа может действительно наслаиваться и очень плотно перекрывать, но если опять-таки взять совсем слегка, то вы получаете просто общий выровненный тон, но при этом нет ощущения маски на лице. Вот опять-таки я наношу только на периферию, туда, где я не наносила консилер, и начинаю все это растушевывать. Здесь достаточно важно, чтобы консилер все же был по оттенку подходящий к тону, который вы используете. Ну, зачастую мы, в принципе, так и стараемся делать, поэтому проблем здесь не должно быть. Вот, у меня уже полностью плотное покрытие, то есть абсолютно все лицо перекрыто, но при этом я не вижу здесь слоя косметики, вот даже вот я вот так вот зеркало беру близко, и я не вижу, что на мне какой-то огромный слой косметики. С тонированием лица я закончила, мне даже не требуется сейчас закреплять это все пудрой, потому что конкретно вот эти два продукта на мне держатся очень хорошо, без поправления макияжа целый день вполне могу с ними проходить. Дальше давайте займемся бровями. Здесь я предлагаю пройтись просто карандашом для бровей. У меня конкретно это Colourpop оттенок Dope Tope. Уже много раз я его показывала на своем канале, и здесь все предельно просто, я прочесываю брови и слегка прохожусь им по бровям вот такими вот штрихами, задавая форму просто основную. Что касается глаз, то здесь у всех свои предпочтения, кто-то может просто накрасить ресницы на этом, в принципе его задача закончится. Я же все же люблю как-то выделять глаза, потому что у меня нависшие веки, и если я не делаю макияж глаз, то у меня получается очень такой вот как уставший вид, такие немножко как опухшие глаза, поэтому я обязательно какой-то макияж глаз, но все же делаю. Как вариант можно тоже взять какие-то кремовые тени, матовые, какого-то среднего коричневого оттенка, например, нанести на все веко, растушевать, и как бы у вас получится макияж из одного оттенка. Я же сегодня сделаю легкую растушевку, в принципе такой макияж я практически повседневно делаю, то есть это мой такой вот базовый макияж, скажем так. Сначала я буду использовать базу под тени, это Maybelline Color Tattoo. Буквально совсем слегка я прохожусь по веку, и это, можно сказать, тоже относится, знаете, как к тонированию лица. Общий тон у меня уже есть, теперь я возьму оттенок Hear Me Out от Colourpop на большую, можно сказать, такую вот массивную пушистую кисть, и просто это, знаете, как припудрю своего рода. Теперь на растушевочную кисть я возьму оттенок, который называется Golden Gate Bridge. Это тоже Colourpop, и этот оттенок был выпущен совместно с блогером Соней Есман. Очень мне нравится этот оттенок, как просто вот такой вот базовый, повседневный. Чуть-чуть буквально им складку я выделяю, и мне этого вполне достаточно для такого вот легкого макияжа. На века в таких простых макияжах я люблю наносить что-то блестящее, что-то такое, что будет выступать акцентом на моих глазах, и привлекать внимание именно к глазам, поэтому я буду использовать сегодня тинт от Armani. Это оттенок у меня 12-й. Если у вас нет тинта от Armani, то я сделала видео, где я подобрала просто идеальные аналоги этим тинтам, но так как я, блин, заплатила за них, сколько, 40 долларов, я, по-моему, за него заплатила, то я уж, в общем-то, стараюсь его использовать. Наношу этот тинт на века, и какой-то синтетической кистью прохожусь по границам, для того, чтобы это не выглядело жестко и инородно на глазах. Внешний уголок я решила дополнить еще немножко потемнее оттенком, это Manhattan Coffee Run, тоже из той же коллекции Colourpop и Sony Yesman. Совсем слегка беру, и буквально вот по границе, там, где у меня тинт, и тени сухие, вот я вот так вот пройдусь. Даже вот того, что я набрала, хватит мне на оба глаза, то есть совсем слегка. С нижними ресницами, думаю, даже заморачиваться не буду, то есть только возьму карандаш, это у меня темно-коричневый карандаш от Colourpop, оттенок у него Bruehaha, и вот буквально вот просто обозначу ресничный край, это не значит, что я полосу такую нарисую, то есть вот просто вот так вот совсем слегка вот, еле-еле как будто касаюсь кожи, и возьму вот такую вот кисточку карандаш, и совсем слегка вот так вот подтушую, просто чтобы создать какой-то намек на тень. Под накрашенными ресницами как раз-таки и будет создаваться вот такой вот легкий эффект тени. Теперь красим ресницы, я буду использовать тушь от Faberlic, номер ее 55-56. С глазами я закончила, давайте теперь заканчивать макияж лица. Здесь я предлагаю слишком не усердствовать опять-таки, я как всегда хочу добавить немножко бронзера. Я буду использовать сегодня рассыпчатую минеральную пудру от Avon, линейка Mark, и это действительно рассыпчатая минеральная пудра, но оттенок у нее нюд, и из-за того, что он мне темноват, он отлично подходит как раз-таки, как бронзер, заменяет мне в общем-то бронзер. Оттенок рыжеват, но в принципе это и нужно для того, чтобы сымитировать вот такой вот летний красивый загар. Прохожусь опять-таки слегка по периферии лица, не перегружая лицо. Я решила слегка нанести хайлайтер, это хайлайтер из палетки, не помню как она точно называется, это Color Pop, опять-таки совместно выпущенная с Sony Yessman, кстати я полностью на эту всю коллекцию делала обзор, поэтому если вы его не видели, то обязательно посмотрите. Здесь хайлайтер такой вот как полукремовой текстуры, поэтому опять-таки он не будет слишком перегружать лицо и я буквально слегка пройдусь вот так буквочкой C и все, мне этого вполне достаточно. Так как макияж лица очень нейтральный, я предлагаю закончить какой-то немножко более яркой помадой. У меня в фаворитах сейчас из таких вот более-менее ярких помад помада от Mary Kay и это оттенок Always Apricot. Мне эта помада по-моему попалась в какой-то коробочке красоты и она не очень понравилась, потому что она с одной стороны яркая, а с другой стороны не слишком. Ну вот и все, макияж полностью готов, и даже если учитывать, что я много шагов делала, на самом деле лицо и вот общий макияж это не перегружает. Вот я сейчас достаточно близко на себя в зеркало смотрю, и я не вижу, чтобы макияж выглядел как-то плохо, и в то же время я не первый раз такого рода макияж делаю, то есть я с ним прохожу целый день, и он выглядит практически точно так же, как и сразу после нанесения на протяжении всего дня. На этом я буду заканчивать видео, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Обязательно пишите в комментариях, какой макияж на лето делаете вы, какие у вас есть хитрости, чтобы макияж выглядел свежим и красивым на протяжении всего дня на жаре, которая сейчас стоит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вы уже, в общем-то, знаете, что нужно сделать, и мы с вами увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok